Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. Спасибо, что нашли минутку и зашли ко мне в гости. Кто у меня впервые, давайте познакомимся. Меня зовут Полина, и здесь на своем канале я делюсь с вами своими парфюмерными впечатлениями. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами первыми впечатлениями от селективной линейки Estee Lauder, которая вышла в 2021 году. Мне достался вот такой вот буклетик с восьмью ароматами от этого дома. Я была знакома с некоторыми ароматами из этой линейки, но все это было как-то на бегу, и не было никогда возможности, ну, с чувством, с толком распробовать эти ароматы. Вот у меня попался в руки такой буклетик, такой пробничек. Мне его дали к одной из моих покупок. Это совершенно маленькие сэмплы, они так впечатаны в бумагу. Посмотрим, что из них мне получится протестировать, унюхать, учуять. Попробую, хочу с вами поделиться. Я думаю, что это видео я разделю на две части, ну, потому что восемь ароматов, да, все-таки перегруз такой будет, от альфакторных ощущений, поэтому разделю на два. В сегодняшнем, вот в первой части я поговорю о четырех ароматах, и давайте начнем, что уж тут тянуть кота за хвост. Ну, и первая часть этого видео начнется с аромата Tender Light. Просто буду делиться с вами первыми члениями, открывать эти пробнички и наносить их на кожу. Да, вот, они вот так вот выглядят. Наносить буду их на кожу и делиться впечатлениями, что же я чувствую, что же мне удается уловить. Значит, Tender Light, нежный свет. В верхних нотах китайский чай, средние ноты бергамот и база, тосканский ирис. Все эти ароматы отличаются тем, что у них достаточно лаконичное перечисление нот. Нот совершенно немного в этих ароматах, буквально три-четыре ноты. Ну, вот, что это за Tender Light? И у всех этих ароматов такие интересные, такие вот загадочные названия. Мне названия понравились. Я знаю, что вообще их раскритиковали, эти все названия. Говорят, что они не соответствуют содержимому. Ну, вот, Tender Light, нежный свет. Аромат чайный, улавливается нотка чая, улавливается цитрусовая составляющая, аромат свежий. Аромат немножечко такой колки, как будто бы щиплет нос. Мне кажется, этот аромат является достойным представителем чайных ароматов. Я как-то делала видео о чайных ароматах, вставлю ссылку. Вот он в таком ключе, какая-то терпкость, что-то такое пудровое, припыленное, есть от чайной нотки. А, ну, еще здесь ирис может давать вот такую вот пудровость. Пудрово-терпкий, пудрово-терпко-цитрусовый аромат. Вот такие вот у меня впечатления об этом аромате. Приятный на весну, на лето. Я бы сказала, что он больше женский, нежели чем мужской. Хотя все эти ароматы заявлены, как ароматы унисекс. Хотя, в общем-то, я думаю, что и мужчине он может подойти, если у мужчины такой определенный стиль. Аромат приятный. Про стойкость, как вы понимаете, я ничего не могу сказать. И про проекцию и шлейф, естественно, тоже. Что тут можно, какой шлейф и какую проекцию, и какую стойкость можно получить из таких пробников. Буду делиться просто своими впечатлениями. Если мне что-то, если по прошествии времени мне что-то западет в душу, я вам обязательно расскажу про термо. Так, следующий аромат называется Paradise Moon. Райская луна. Что у нас тут в райской луне? В верхних нотах. Асмантус. Средние ноты. Лабданум. Это смола лабданника. А лабданник – это такой кустарник, который произрастает в Средиземноморье. Значит, вот. И база кожи. Я его наношу на другую сторону руки. Значит, что же это у нас за Paradise Moon? За райская такая у нас луна. Что-то, вы знаете, такое есть в этом аромате от ароматов old school, такой старой школы. Как будто бы, знаете, такие флакончики с притертой крышечкой у бабушки вы где-то нашли. Вот такое ощущение он дает. Что-то здесь есть фруктовое, да. Ну, вот Асмантус, он часто дает такой переливы, такие абрикосовости. Что-то здесь есть смолистое. Кожу я пока не очень чувствую. Но этот аромат однозначно унисекс. Я бы даже сказала, что он больше идет в мужскую сторону. Мне было бы приятно, если мужчина пользовался таким ароматом. Он такой достаточно теплый, такой умиротворяющий, окутывающий. Что-то в нем есть успокоительное, такое настраивающее на такой ровный, положительный лад. Приятный аромат. Больше, наверное, все-таки мужской для меня. Так, третий аромат Dream Dusk. Можно перевести как сумерки, таинственные сумерки или мечтательные сумерки. Этот аромат я тестировала в магазине. Мне он очень понравился. Сейчас буду пробовать на тыльной стороне другой руки. Здесь заявлен цветок вишни в верхних нотах. Средний нот – это цветок черной смородины и база – герань. Вот это такого я еще не слышала, чтобы герань была в базовой ноте. Ну что же, так, нанесла я на тыльную сторону. Очень приятный, очень женственный, такой немножечко мечтательный, романтичный. Я его тестировала в магазине. Он достаточно неплохо держался. Ну, то есть, это не монстр был стойкость. Но три часа я его точно ощущала, да, когда с флакончиком. Что-то здесь есть такое терпкое. Ну, вот представляете, герань, да, как она? Что-то фруктово-цветочное. Мне он понравился. Он интересный, он романтичный, он такой... Я не могу сказать, что это освежающая какая-то сладость здесь у него. Что-то такое, ну, припыленное, может быть, есть. Я бы, честно сказать, подумала, что здесь есть мускус, но мускус здесь не заявлен. Хотя, в общем-то, по ощущениям аромат вот типичный мускусный. Приятный Dream Dusk, мечтательные сумерки. Очень мне понравился. Ну, и последний аромат из первой части селективных ароматов Estee Lauder, это Desert Eden. Эдем пустыни или пустынный Эдем, да, райский сад. У нас заявлены ноты. Значит, в верхних нотах сандал, такого я еще тоже не встречала. Сандал обычно бывает в базе. Здесь это верхняя нота. Средняя нота турецкая роза и база Olybanum. Olybanum это древесная смола ладаного дерева. Вот кто знает, скажите мне, пожалуйста, разницу между Labdanum и Olybanum. Я, честно говоря, не очень поняла. Так, наношу на другую сторону руки этот вот пустынный Эдем. Что же у нас, как же он мне ощущается? Ну, такой аромат, я бы сказала, в духе арабских ароматов. Хотя здесь, конечно, ут не заявлено, но вот по настроению вот такое сочетание древесных нот и розы. В общем-то, достаточно, ну, скажем так, избитое, известное, популярное направление розы и смолисто-древесных нот. Мне кажется, тоже больше маскулинный аромат. Мне было бы приятно, если мужчина так пах. Я бы такое сама не носила. Но вполне себе могу представить в качестве вечернего аромата. Такой насыщенный, густой, для меня больше по ощущениям зимний, вечерний, пустынный Эдем. Да, с райский сад Эдем. Ну, не могу сказать, что я прямо согласна с названиями. Мне кажется, они очень романтичными. Но что вот здесь пустынного, если роза цветет, я не очень понимаю. Ну что же, это были четыре аромата от селективной линейки Estee Lauder. Буду продолжать свое знакомство с этими ароматами. До новых встреч!